Тонкоплёночные материалы – то, с чем работает Роман Кучеров, молодой учёный из Московского государственного областного университета. Цель его научных изысканий – создание аналога кремниевым элементам для солнечных батарей, более дешёвых в производстве и экологичных. В отличие от кремниевых элементов, можно создавать различную геометрию поверхности наших элементов, благодаря чего они занимают меньшую площадь. Свои выкладки Роман представил в финале 15-й конференции «Молодёжные научно-инновационные проекты Московской области». Авторы лучших проектов становятся участниками конкурса «Умник», победители которого получают грант в 500 тысяч рублей от регионального фонда «Содействие инновациям». В этот раз защита тем проходила в бизнес-центре «Планета IQ» Наукограда Фрязина на одной из четырёх площадок конкурса. Более 70 тысяч человек приняли участие в этом конкурсе. Более 12 тысяч человек получили гранты от фонда «Содействие инновациям». Это очень отрадно, поскольку молодые учёные всегда нуждаются в поддержке. Делегаты из разных городов в большинстве своём представляли проекты по видеосвязи. В финал конференции конкурса прошли более 30 разработок молодых учёных. Выпускник Южно-Федерального университета, а ныне сотрудник фрязинского предприятия «Исток» Валерий Демшевский разрабатывает промышленные антенные системы для сетей и мобильной связи 5G. В прошлом году инженер получил первый грант и сегодня рассказывает о продвижении своего дела. Основная цель – это как раз-таки увеличить дальность работы базовых станций, ну, соответственно, покрытия за счёт применения новых антенных технологий. Молодых учёных уже 10 лет поддерживает региональное представительство Фонда содействия инновациям. За это время финансовую поддержку получили более 30 учёных из Подмосковья. Увеличился и размер гранта – с 200 до 500 тысяч рублей. Следующий уровень – это программа «Старт», которая предполагает уже грант малому инновационному предприятию. У нас уже около 40 наших победителей, наших умников организовали малые предприятия и получили гранты Фонда содействия по программе «Старт». Применение разработок молодых учёных внимательно изучали представители Торгово-промышленной палаты, Фонда содействия инновациям, Институты о структурной макрокинетике, научной бизнес-школы. Имена победителей станут известны в 20-х числах декабря. Михаил Налётов, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение.